В эфире ток-шоу Ойлайк. Меня зовут Галина Трощева. Здравствуйте. В этом году в Казахстане 186 тысяч выпускников попрощаются со школьной скамьей. В Павлодарской же области последний звонок прозвенит для более чем 4 тысяч выпускников. Чем запомнился уходящий учебный год? Подведем итоги. Барге Ойлайк. Вы смотрите ток-шоу Ойлайк. И вот с какими итогами мы подошли к завершению? Расскажите. В области у нас 360 общеобразовательных средних школ с контингентом 116,1 тысяч учащихся. Учебный процесс в организациях среднего образования, независимо от форм собственности, в том числе и частная школа, завершается 25 мая. Впервые в текущем учебном году в 5, 8, 10 классах 54 242 учащихся будут сдавать экзамены по казахскому языку. Цель этого экзамена – оценить уровень усвоения программы по предметам казахский язык и казахская литература в соответствии с требованиями ГАСУ. Выпасников 11 класса 4 322. Государственные выпускные экзамены 11-классники пройдут с 28 мая по 11 июня по 5 предметам. Кроме того, у нас с 16 мая уже началась процедура сдачи ЕНТ. Оно продлится до 5 июля. В этом году планируют участвовать в этом ЕНТ 84,3% выпускников. Ну это очень и радостное одновременно время и волнительное, да, потому что школьные дни заканчиваются, начинаются экзамены, поступления. Вот сколько у нас претендует название «Алтенбельге»? Название «Алтенбельге» в этом году претендует 161 выпускник. На аттестат с отличием 245. По сравнению с прошлыми годами? По сравнению с прошлым годом чуть-чуть идет уменьшение. Почему? Потому что требования к претендентам «Алтенбельге» и аттестат с отличием изменились, они ужесточились. В связи с этим у нас по всей республике идет уменьшение. Вот сегодня у нас в студии очень много ребят. Есть кто-нибудь претендент на «Алтенбельге»? Конечно, это был сложный путь. Это был путь длиной в 11 лет. С первого класса я являюсь отличницей. И я очень рада, что мои труды, они окупаются, что я сейчас претендент на «Алтенбельге». Я надеюсь, что я сумею его достойно защитить, что получу знак отличия. И, ну, конечно, было потрясено. Это большая цель, большая мечта, наверное, да? И радость для всей семьи. Да, это действительно радость для всей семьи. На самом деле я не ставила себе намеренно цель выйти на «Алтенбельге», но я действительно очень рада, что у меня получилось это сделать. Какие дальнейшие планы? Уже решила? Да, я планирую поступать в Алмату по специальности бизнес-аналитик. Желаем вам успеха. Спасибо. Так, у нас есть еще девочка. Амина, расскажи свою историю. Да, я тоже являюсь претендентом на «Алтенбельге». Это был сложный путь. Для этого я трудилась все 11 лет. Ну, сложно было. Да. Очень сложно, да? Но это возможно. Самое главное — это возможно. Главное — труд. А есть какие-то преимущества у того, что это будет «Алтенбельге»? Преимущества «Алтенбельга»? Да. Насколько я знаю, если на НТ получить одинаковый балл с кем-то, то, естественно, выберут человека, который «Алтенбельга». И можно пройти на грант, да? Да. Куда планируешь поступать? Думаю, в Алмату или в Астану на учителя английского языка. Ну, желаем вам удачи. Молодцы. Очень радостно, что в нашей студии сегодня очень много детей, которые на самом деле получили заслуженные результаты, достижения в этом году. Акмарова Маргазиновна, расскажите, вы всех талантливых детей области знаете. Как вот у нас с каждым годом результаты лучше? Ежегодно наших победителей и призеров увеличивается. Ежегодно в течение всего учебного года наш центр проводит около 30-40 интеллектуальных соревнований, олимпиады, мероприятия, в целью которого выявление вот таких вот одаренных детей, детей, которые смогли бы представить нашу область на международном, республиканском уровне. И поэтому действительно есть чем похвастаться. В этом году наша область, сборная наших школьников очередной раз доказала свой высокий уровень. И по двум направлениям, это вот по предметам естественно-математического направления, общественно-гуманитарного направления стали обладателем сертификата «Лучшая олимпийская команда» 2024 года, заняв первое место, общекомандное первое место среди организации нашей республики. Это очень огромная заслуга наших детей, школьников, наших преподавателей, педагогов. Ну ребята вообще молодцы, трудяшки, да? Потому что это большой концентрации требует и дисциплины. В прошлом году я участвовал на республиканском олимпиаде первый раз. Это был для меня большой опыт, и я извлек из него очень много своих ошибок, неправильных, но свои тактики во время олимпиады. И все это проанализировав, я сумел в этом году достичь какого-то результата. А также то, что очень сильно повлияло это ежедневно, то, что я ежедневно тратил на это свое время и занимался этим. То есть это была как часть моей рутины, моей жизни. Я думаю, вот больше всего влияет и как и самоповедение на олимпиаде, так и постоянность и стабильность вашего прогресса. Кем ты мечтаешь стать? Как ты себя видишь в будущем? Ну, я мечтаю поступить в топ-10 университетов мира. И после этого с них войти в подобные компании, как Google или Amazon, и там занять высокие должности, чтобы обогатить и помогать своей семье, стране во благо. Самое главное, чтобы знания были во благо также, чтобы все, что ты сейчас, все знания, которые копишь, они когда-нибудь принесли плоды благополучия нашей страны. У нас в олимпиадном движении, допустим, есть педагоги, которые очень давно занимаются. То есть на протяжении 20 лет, наверное, даже 10 лет, наверное, они дают нам призеров. И вот хочется обратить внимание на вот наших русский язык и литература. Там у нас и золотая медаль, и серебряная медаль. И вот русский язык казахских классов тоже ежегодно вот эти учителя нам дают победителей и призеров республиканской олимпиады. Это уже стабильно каждый год показывают они результаты. Да, стабильно. Вот уже мы прям в них не сомневаемся. Действительно хочу сказать, что в этом году у нас в Третьей гимназии очень удачно такое выступление. Семеро человек было отправлено ОГН на олимпиаду, и все семеро заняли призовые места. Первые. С одной стороны у меня сидят мои ученицы русский язык и литература, с другой стороны французы, которые тоже регулярно занимают первые места. Мы действительно по ОГН, мы в общем-то входим в список лидеров. Знаете, я хотела еще что сказать. Вот говорили до этого по поводу Алтенбельге. Обратите внимание, ребята не только олимпиадницы, но и претенденты на Алтенбельге, и претенденты на аттестат особого образца. То есть олимпиада, она естественно в первую очередь еще что, она поднимает вперед. Расскажите, в чем секрет, что вы каждый год показываете хорошие результаты? Скажу прописные истины, сотрудничество учеников и педагогов. И причем, знаете еще что, вот у нас три филолога в школе. Мы не делим детей на своих и чужих. Мы всех готовим, независимо от того, работаем мы в этом классе или нет. Потому что у кого-то сильнее, например, ну фонетика дается, кому-то орфоэпи. Мы вместе растим наших олимпиадников. А сейчас прервемся на короткую рекламу. Я являюсь серебряным призером международной олимпиады по химии, математике и физике. В Баку она проходила, думаю, связать свою будущую жизнь с океаном. Но для этого мне понадобится знание в этих трех предметах. Еще, может, биология понадобится. В детстве я считал для себя, что международные олимпиады – это что-то выше моих способностей. Но, как оказалось, на самом деле все достижимо. Но для этого нужно очень много работы. А мы продолжаем нашу программу. И сегодня мы говорим о итогах учебного года. И в продолжении хочется сказать, что вот вы сказали у вас и русский язык, и французский язык. Да, здесь наши французы. Французы вообще, по-моему, у нас в республике регулярно, не знаю, 25 лет уже точно Камбат-Канашевна у нас готовит уже. Причем здесь сидят два француза с третьей гимназии и один француз Жас Дарына. Как звучит, да, француз? Звучит красиво француз. Они у нас и говорят очень красиво по-французски. Ну вот расскажите, почему... И по-французскому, да? Да. Почему решили изучать французский язык? Всех приветствую. Я являюсь двукрата победителем республиканской олимпиады по французскому языку. Свой путь я начала уже в третьем классе, так как школа нам дает возможность изучать французский и немецкий язык с третьего класса. Но углубленно я начала заниматься в седьмом классе. Я вышла за девятый класс в областной олимпиаде. И спустя двух лет, так как я занимала вторые места, я вышла на республиканскую олимпиаду, заняла второе место. В прошлом году заняла первое, и в этом году также первое. Ну, чем полюбился французский язык? Ведь можно было изучать, но не влюбиться. А как это произошла встреча? Если честно, я выбрала французский язык по причине того, что этот язык достаточно редкий. Мало кто на нем говорит в Казахстане и в Павадаре. Соответственно, тогда как немецкий язык раньше преподавался уже в прошлом, и многие родители уже имеют базовые знания по немецкому языку. В планах есть посетить Францию, Париж, или уже, возможно, эта мечта осуществилась? Да, я студентка. Я являюсь будущей студенткой университета в городе Париж, в столице Франции. Ты уже знаешь, что туда поступишь, да? Да. Уже поступила. Уже поступила. Молодец. Мы очень рады. Почему так скромно? Ну, это же вообще фантастика. Тысячи детей мечтают об этом. А тут вот у нас есть, у которой девочки мечта осуществилась. Почему именно вот тоже французский язык? Ну, для меня это была первая республиканская олимпиада, на которой я заняла второе место. Конечно же, подготовка была очень усиленной. Было приложено столько много усилий. Ну, и также большая благодарность моему учителю, которая помогала мне во всем, поддерживала. Конечно же, я очень рада своим результатам. Для первого раза, мне кажется, это очень нехорошо. Кем хочешь стать? О чем мечтаешь? Ну, пока не определилась, но надеюсь, что в будущем французский язык мне поможет для поступления. Хорошо, спасибо, молодой человек. Расскажите о себе. Я являюсь призером республиканской олимпиады по предмету французский язык. И участвуя не первый год на олимпиаде, я бы хотел добавить то, что атмосфера среди ребят, она действительно дает мотивацию, толчок работать, продолжать. И это все происходит в такой непринужденной атмосфере. И когда ребята все вместе едут представлять Балдарскую область на республиканском этапе, это действительно волнительный момент, но это все проходит в приятной атмосфере. Ну и самые лучшие воспоминания на всю жизнь, да? Это, конечно, да, воспоминания и лучшие моменты школьной жизни. Почему ты уже выбрал французский язык? И как хочешь связать свою жизнь с ним? Французский язык я начал учать в седьмом классе. На тот момент, мне кажется, это был больше совет родителей, однако сейчас уже это неотъемлемая часть, можно сказать, жизни. И этот язык уже я действительно полюбил. И связать я собираюсь так, что я хотел бы учиться за рубежом, а именно во Франции, чтобы позже приехать и использовать все знания уже у себя на родине. Молодец, спасибо. Акмарова Нургазиновна, иностранные языки изучаю, да, вот французский. Сейчас вот сколько языков у нас, вот русский, английский, казахский, да, и дополнительно иностранных. Вот большой такой диапазон, да, там, я не знаю, китайский, испанский, арабский, просто вот такое многообразие, оно в Павлодаре. Могут дети вот различные языки изучать? Есть педагоги? У нас в плане мероприятий есть у нас Олимпиада по полиязычию. Мы проводим совместно с Турайгеровым университетом. И, естественно, там вот в этой Олимпиаде у нас есть язык по... Также вот все эти языки, плюс по китайскому языку, мне кажется, только один раз как-то проводили, и все. К сожалению, нет таких желающих, чтобы пока проводить это. А так вот по Олимпиаде по полиязычию мы проводим ежегодно. Тем, кто изучает язык, кто еще изучает язык другой? Совет, как лучше вот дать совет, чтобы лучше запоминались слова? Когда-то уже к полиязычия, да, русский, английский, казахский, французский. Есть какая-то методика вот для наших телезрителей подсказать, чтобы... Амира. Попробуй, Амира, ответьте. Ну, я являюсь также... Я два года участвовала в Олимпиаде по полиязычию, и иногда языки смешиваются, но чтобы лучше, чтобы было эффективнее изучать новые слова, то... Ну, для меня это течение текстов, и... То есть, переводя тексты, постоянно их читая, то слова запинаются много лучше. Я не знаю, какая методика у англичан или у других, но у меня такая. Ну, а вот фильмы, песни? А, да, смотрю сериалы, блогеров на французском, также на английском. Так что нужно порекомендовать нашей молодежи, которая очень любит YouTube, чтобы они хотя бы на другом языке с пользой смотрели и изучали языки. Ну и вот, продолжая нашу программу, расскажите про своих учеников. Это я уже на протяжении, наверное, более чем 20 лет готовлю наших учеников к Олимпиаде по русскому языку в казахской школе. Вот. И нужно сказать, что это, конечно, огромный титанический труд не только наших педагогов, это дети. А еще в нашей школе Жаздарын, вот, есть такая традиция, хорошая, добрая традиция, с нами работают и ученые вузов. Это тоже огромное такое подспорье, огромная помощь в подготовке наших детей. Ну, русский язык в казахской школе, вот, наверное, Жаздарын является в лидерах. По республике, по подготовке вот к Олимпиадам именно по этому предмету. Вот рядом со мной сидит Аяна, она в 10-м классе только учится. У нее это был первый опыт выступления. У Аяны вообще был очень интересный путь вот к этому Олимпиадному движению, да. Она сначала пришла в 5-м классе, потом в 6-м уходила, потом снова возвращалась, и все-таки вот в 8-м классе Аяна решила, что будет заниматься русским языком. Аяна расскажет, да, какие-то впечатления. В этом году я впервые участвовала в Республиканской Олимпиаде и стала призером, выиграв серебряную медаль. Я хочу сказать, что Олимпиада – это, конечно, незабываемый опыт, потому что, во-первых, это знание, это умение трудиться и достигать своих целей. Конечно, я очень благодарна своему преподавателю Айгуль Баяновне, потому что это тоже нужно иметь определенный дар, чтобы увидеть стремление ученика и его расположенность к определенному предмету. И также я участвовала, как ранее отмечали, в полиязыче, в лингвистике. Это все дает определенную базу. И мне кажется, то, что знание языка и как бы быть грамотным человеком будет актуально всегда. Кем ты хочешь стать? Какие у тебя планы? Вообще, в моих планах стать юристом. Мне кажется, то, что русский язык тоже в этом очень будет полезным, потому что быть грамотным и профессиональным юристом – это тоже очень актуально, мне кажется, в наше время. Вот когда дети выезжают на Олимпиады, да, мы же всегда едем как бы и себя показать, и на других посмотреть. Вот какие ощущения? Потому что это тоже конкурент из других областей. Всегда сравниваешь, какой уровень знаний у них, что-то берешь. Вот какие у вас мнения об этом? Ну, конечно, мы видим. Вот знаете, Аяна была первый год, и, конечно, очень такое, знаете, было волнение. И у меня, я сама ездила с Аяной вместе в команде. И, конечно, я видела, как Аяна волнуется, но я ее всегда успокаивала и говорила, Аяна, это опыт, это опыт, это огромное значение имеет опыт. Вот когда ребенок выступает, приобретает опыт, видит, как выступают все остальные дети. И я хочу сказать, что, может быть, не все наши выпускники вот школы Олимпийского резерва, которая работает в школе Жаздарен, не все они могут, будущие журналисты, не все они могут быть будущими филологами, но вот лингвокоммуникативные навыки, которые они приобретают, они нужны всем, конечно, без исключения. Всем без исключения нужны, хотя бы для того, чтобы обрести профессию и состояться в ней. Вот еще у вас ученик. Это наш ученик нашей школы. Он серебряный призер по географии. Ну вот расскажи о себе, как волновался, не волновался, когда выступал. И, может, дашь совет, как справиться с волнением, когда долго готовишься. Да, я очень волновался перед Олимпиадой, но как-то на само прошло волнение. Когда я начал, я очень заинтересовался Олимпиадой, и волнение прошло. Перед экзаменом-то спите вообще перед Олимпиадой или всю ночь не спите? Ну, перед Олимпиадой хорошо было бы выспаться, но вот перед апелляцией совет всем – это лучше готовиться всю ночь, весь день, чтобы максимально забрать баллы. Ну, шоколадку хоть разрешаете, или банан? По географии у нас в этом году золотая медаль есть, и серебряная медаль, и бронзовая. В этом году географы вообще молодцы. Молодцы. Очень радостно за всех наших детей. Я бы хотела отметить про нашего ансара Бастимей Фансар, школа Жездаран. Когда он к нам пришел, хотели его взять сначала математики, потом я приглядывалась, химик претендовала на него, я говорю, что, ансар, ты пойдешь к нам на географию. Ансар вот у нас участвовал в восьмом классе, за девятый класс он выходил в республику, также занимал призовые места в том году, и мы надеемся, что возьмем на следующий год и будем участвовать в международной олимпиаде. Большие надежды на ансара. Давайте мы перейдем на рекламу на французском языке. Как это будет? Сейчас мы перейдем на ансамбль а-ля публиките. Меня зовут Диар, мне 12 лет. Я несколько месяцев хожу на Думбру. Мне очень нравится на ней играть. Я знаю восьмь Киев. Я участвовал в одном конкурсе и два раза выступал. Конкурс называется Думанды и Лим. Мы там играли музыку на тему Абайханбайла Казану Хараса. Мой преподаватель Хванаш Ягибаевич, он научил меня играть на Думбре. Все восемь Киев, он научил меня играть. Мои любимые Киевы – это Ярки Сулхан. Все, у кого есть время, приглашаю учиться играть на Думбре. А мы продолжаем нашу программу. Сегодня у нас в гостях лучшие ученики. Это наши олимпиадники, которые заняли призовые места на республиканских олимпиадах. И вот, продолжая наш разговор, мы хотим перейти еще к одному молодому человеку. Расскажите. В этом году по поручению министра была проведена впервые республиканская олимпиада для сельских школьников. И вот по итогам этой олимпиады у нас Комаров Максим занял первое место. Он еще участвовал у нас в республиканской предметной олимпиаде. Там он занял третье место, то есть бронзовое. У него в копилке золотая медаль республиканской олимпиады, сельской, и бронзовая медаль республиканской олимпиады. Ну, Максим, расскажи. Максим, наш биолог. Какой предмет выбрал, чем тебе он понравился? Ну, вообще, биология пришла чисто случайно. Мне нужен был этот предмет для вступительных экзаменов в колледж. Ну, так получилось, что в колледж я не поступил, но в итоге остался в этом предмете и начал его изучать. Впервые в олимпиаде я принял участие в девятом классе. Тогда это была городская олимпиада. Я там занял второе место. Ну, в общем-то, я думал, на этом мой путь в олимпиадах закончится. Но, так как я остался в десятом классе, я начал усиленную подготовку уже, я думал, в городской олимпиаде. В десятом классе я на городской олимпиаде занял первое место. Дальше прошел на областную. Я был первым учеником из нашей школы за всю историю, который прошел на областную олимпиаду. Там, неожиданно для себя, я также занял первое место. Вот так вот стал знаменитым в родном селе. У него грант, да? У тебя грант трейгеров в университете. Да, у меня два гранта трейгеров в университете. Да, образовательный грант. Бесплатное этому поступление. Но ты им не воспользуешься? Скорее всего, нет. Пойдешь дальше? Да. Куда хочешь? Ну, планирую поступать в Алмату, в педагогический университет имени Абая. На специальность учитель химии и биологии. Угу. Слушайте, ну, гордость берется. То, что у нас будущие педагоги, такие грамотные дети. И то, что они выбирают все-таки отечественные вузы, это очень здорово. Представляю лицей для одаренных детей «Омлиот». Хотелось бы сказать от имени любого учителя, который готовит олимпятника, что самое сложное – это выявление и мотивация детей. Дело в том, что, например, для предмета химии мотивировать детей очень сложно. Дети опускают руки, как только видят сложность этого предмета, его многогранность, его интеграцию с различными другими аспектами. Вот одной и жемчужиной, получается, нашего лицея является Влад. Владислав, он такой человек, который обладает целеустремленностью, спортивным интересом, азартом и полностью погружается в предмет. Это вот самое важное качество, которое нужно увидеть в олимпиаднике. Если ребенок может погрузиться в предмет, то из него вырастет такая великая личность, которая в будущем прославит всю нашу страну. — Владислав, вам слово. Химия. Как же случилась у вас химия с химией? — На самом деле химиком я являюсь наследственным. Моя бабушка, Осипова Татьяна Владимировна, она учитель химии, 40 лет. Уже с самого детства мне пророчили, говорили. — С пробирками, наверное, игрался в детстве? — Это да, это обязательно. Для бабушки это целый раритет. Она держит эти фотографии в рамочке, стоят на каждом празднике. Это дата, это в сентябре было. Я тогда первый раз в классе первом пришел, она мне дала, я эти переливал, так весело было. Ну, для ребенка это было открытие, изменение цвета, таких вот, казалось бы, обычных растворов. — Но чем дальше, там страшнее, да? — Перейдя в лицей, ну, здесь открылось больше возможностей. Еще в переход в лицей сначала занимался спортом больше, все-таки хоккей, это интересно было. Тут он, кстати, мне помог, хоккей, он растит характер. Мы, например, были, когда на Олимпиаде, открыли новый элемент. Например, в феврале дали Нобелевскую премию за очередное открытие, я читал много об этом. Ну и вот, новое, что можно уже. — Ну, он, наверное, тоже думал, что можно, а в итоге новый элемент открыл, так? — Так что, Владислав, я думаю, у тебя все получится. — Апаятнындаш, жалпыртым, білым беру меккемненмен. Тяңағы, бұл менің өкушым, алтын белге кележатқан, бірінші сыныптан бастап үздік өкушы. Тяңағы, бұл областан бірінші грандты тұвалды, екінші мені республикадан алтын өтватыр. Бұл өкушымның детстік әлі алды, с ебебі бұл өзінің ендідің тапсырып, резултатның өшігін өктады, жағығығығығың өкұқты. На республиканском этапе я взяла первое место по истории Казахстана. Честно, я не думала, что буду участвовать по истории Казахстана. Но сложно было? Все даты запомнить? Нет, честно, не было сложно. У меня хорошо вспомнить все. Олимпиадное движение педагоги, которые много лет, многократно нам дают призеров. Но у нас еще не отстают молодые педагоги. Поэтому в этом году очень приятно. Наши биологи, физики, у них тоже золотые медали. Давайте вам слово. Расскажите, как проходит работа? Легче вам найти контакт с учениками? Многие фильмы мотивационные, они про спорт. То есть движение вверх, или про хоккей, или про роки, про бокс. Потому что там есть всегда выигрыши, проигравшие. То есть усердно работают и в конце выиграют. Но в Олимпиаде, в жизни, может быть, все не так. В жизни все не так. Не как в фильме. Они могут все еще готовиться целыми годами. Пойти на область и там проиграть. И на республику пойти и там не показать результат, который они хотели. Но я думаю, что самое главное, это процесс. Они должны полюбить процесс. И тогда уже не важно им. То есть даже если они не возьмут, например, скажем, бронзу или серебро, если они хотели золото, тогда они скажут, что ну и что, зато целый год. Умеют работать с редактурой. Я обучался этому предмету. Мне все понравилось. И потому что все равно знания, они же пригодятся. Это не просто безмысленное времяпровождение. Но вот сегодня, ребята, давайте расскажите о себе. Ну, я ученый девятого класса. Береминация лицей для одаренных юношей. Вообще я начал свой путь в Олимпиаде случайно. Я до этого в старой школе участвовал на Олимпиадах по русскому языку. И когда меня мой учитель взял в биологию, я тогда подумал, как я из русского языка могу попасть в биологию. И хотел уже выйти, но он меня задержал. И потом первые месяцы я просто читал книги, делал экзамены и просто следовал, так сказать, инструкциям. Но потом, когда уже написали первую Олимпиаду, Хазастамблем Олимпиадаса в седьмом классе, заняв почетное место, я тогда понял, что у меня в руках какая-то есть некая власть, благодаря которой я бы мог поднять уровень лицея. И это давало мне мотивацию на протяжении всего года. И уже в финале этой Олимпиады тоже занял почетное место. Мой учитель боялся, что я зазнаюсь из-за того, что возьму почетное место. Но кажется, так и случилось. Лето прошло слишком быстро, я отдыхал много. Но в восьмом классе уже пришли свеженькими, и цели уже были намного выше. В седьмом классе мы не могли участвовать на республиканских Олимпиадах, но в восьмом уже смогли. И в восьмом классе, когда я взял бронзу, я сам удивился. Думал, там же участвуют девятые, а я на класс выше пишу. Как я могу их обогнать? Когда взял бронзу, понял, что все возможно, если начинать делать. Мне учителя много говорили, что формула к успеху – это просто начать действовать. Хоть маленькими шажками, но ты сможешь это сделать. И еще мой Агай всегда говорил, важен не результат, важен процесс. И смотря на свои, так сказать, года, проведенные в лицее, знакомлюсь с новыми людьми, хожу по городам, наслаждаюсь просто жизнью, узнаваю что-то новое и нахожу объяснение в каких-то аномалиях. Молодец, молодец. Давай следующий. Я ученик восьмого класса, полименовация лицей. Являюсь призером Республиканской олимпиады по биологии. Ну вот, начал свой путь в седьмом классе, когда поступил. По идее, до этого времени я не знал, что такое олимпиада. Я просто ходил с друзьями, гулял. И, ну, все. Жил нормальной мальчишеской жизнью, да, а тут началась совсем другая жизнь. Ну, нравится тебе сейчас, вот когда ты уже почувствовал вкус победы, достижения, будешь продолжать дальше? Ну да, буду продолжать. Есть большие планы на будущее? Да, хочу стать ученым. Мне биологии нравится, ну там, молекулярная биология. И хочу в будущем ей заниматься, потому что нравится. Молодец какой. Ну, давайте дальше. Расскажите, вот, как вы готовите. Вот сегодня было сказано, что самое главное – это мотивация, наставление ученика, да? Вот вам тоже, наверное, легко находитесь? У нас школа особенная. Мы представитель школы в элимпиаде лицей. Я сам выпускник этой школы. В Алмате я учился. И сейчас работаю учителем и заучим в этой же школе. И мой коллега очень хорошо подметил то, что в нашей школе главная философия – это не зацикливаться на результат. А важно, чтобы эти дети всегда были в процессе. И вот это у нас воспитывает в детях вот эту коллаборацию, то, что у нас старшеклассники всегда следят за младшими. И вот эта самозанятость ребят очень сильно помогает. Конечно, учитель играет огромную роль как менеджер и лидер. Но самостоятельная работа и навыки дисциплины, самообучение очень на высоком уровне развиваются. Но олимпиадой могут заниматься тысячи ребят. И это не означает, что только 20 из них успешные. И я всегда говорю детям, что всегда вы должны понимать, что полученные знания – это настоящий результат. Полученные навыки – это самое важное, что вы будете использовать в жизни. А материалы, освоенные олимпиадой, они на самом деле жизни не прокормят. Потому что никто не заплатит денег за то, что ты быстро решаешь задачу по физике или ты знаешь какие-то слова. Google Translate лучше всего это сделает. И чай GPT сейчас появился, он лучше всего с этим справится. Поэтому очень важно развивать человеческие навыки. И, возможно, вот эти международные стандартизированные экзамены, на них надо затачивать внимание. Ну и вот и поощрение. Сегодня мы говорим, что очень много у нас талантливых школьников, которых нужно поощрять. Возможно, сразу давать им гранты, чтобы они бесплатно поступали в наши отечественные вузы. И чтобы их завтра не забирали другие страны, чтобы там не развивали они науку и какие-то открытия делали. Как вы считаете? Ну, тут я, если честно, отношусь более демократично. Я не сторонник того, чтобы людей привязывать к одному государству. Но я сам учился за рубежом тоже. Вернулся обратно работать учителем, хотя по образованию я был инженер. Также был участником Олимпиад. И вот по опыту личному говорю, что Олимпиады — это в первую очередь навыки, а сама база знаний, она не всегда может спасать. Важнее человеческие навыки. А вот почему вы вернулись? Вот как тогда мотивировать детей, даже если чтобы они получали образование за рубежом, но все-таки вернулись? Ну, тут огромную роль сыграла моя биография. Да, то есть семья, родители. У меня родители оба преподают в вузе. И сам по себе я по натуре не был такой человек, который гнался за деньгами. Ну вот, возвращаясь к тому, что у нас очень много лицеев, но есть и школы, как сегодня сказали, сельские школы, общегородские школы. Могут они между собой конкурировать? Или все-таки уровень лицея уже сразу подразумевает, что дети будут больше, глубже получать знания? Вот сейчас, находясь здесь, в этом зале, смотрю, думаю, основные олимпийцы все-таки гимназии и лицеи, а нас с обыкновенных школ тут раз-два и обчелся. Ну, я так думаю, что нужно трудиться, чтобы побеждать. Стремиться надо. Скажите, пожалуйста, сразу можно разглядеть в ребенке потенциал? Знаете, да, сразу. Насколько внимателен, наверное, или заинтересован, усидчив. Потому что, знаете, мы как педагоги, мы же присматриваем детей, и как к себе каждый хочет взять лучшего, самого умного. И детей много талантливых. Но, знаете, вот у некоторых есть какая-то ленца, да. Если он сейчас не занял первое место, все, я больше не пойду. Да, бросают сразу. То есть, да, на разведку сходил, не получилось, все, дальше не пойду. А чтобы достичь каких-то целей, нужно иметь, наверное, твердый характер. Да, не получилось сейчас, сделаю завтра. И поэтому вот... Да, у нас есть еще дети, да, давайте мы расскажете свою историю. Я двукратный чемпион на Республиканской Олимпиаде. В девятом классе взял бронзовую медаль, и в десятом классе взял золотую медаль. Мой путь начинался с седьмого класса, как я поступил в лицей. Хочу сказать то, что когда ты занимаешься одним предметом целых уже три года подряд, то ты уже перестаешь чувствовать волнение, ты уже можешь спокойно... Ну, просто на уверенности писать Олимпиаду. Но еще я хочу дополнить мысль моего учителя. Как он говорил, Олимпиада — это всего лишь пять лет из твоей жизни, из твоей школьной жизни. Мы не должны заострять наше внимание только на результатах. Важно не то, что вы взяли на Олимпиаде, какие места. Это все останется в прошлом. Главное, как вы используете ваши знания в будущем. Молодец. Давай соседу передавай. Меня зовут Ирала, я олимпиадник по истории Казахстана. Сама по себе моя Олимпиадная история началась с раннего детства, так как сама история для меня являлась как хобби, как интерес. Но сам бетон, асфальт моей пути, как вам сказать-то, сама путь началась с пятого класса. Вот здесь сидит моя бывшая представительница, учительница, которая меня готовила с пятого класса. Но сам успех олимпиадный у меня начался в седьмом классе, так как в седьмом классе я уже начал усиленно готовиться. И как вам сказать, у меня тоже есть успехи, но я более, как вам сказать, не умею делиться успехами. Но самое главное, что ты здесь, в этой команде, и еще будут у тебя большие успехи и достижения. Ну и вот подводя итог нашей программы, скажите, как сделать так, чтобы все-таки Павлодарская область всегда лидировала и всегда показывала хорошие результаты на республике? В первую очередь, это, наверное, поддержка учителей и организация лагерей подготовительных. То есть, возможно, это где-то выделять бюджет третьим лицам, частным компаниям, которые этим занимаются. Потому что в этом году мы эту практику уже начали, и мы очень благодарны, что за счет бюджета государства наши дети съездили на подготовки Ертас-Даран. И эти подготовки дали результат, показали сборы. И в целом, насчет потенциала ребят, это действительно... Есть ребята, которые позже раскрываются, рано судить нельзя. Поэтому мы затачиваем внимание на том, чтобы все продолжали заниматься. Но Казахстану нужно придумать что-то новое. Это очень важно, потому что Олимпиады — это все-таки очень-очень узкий круг. Это маленький процент наших всех учеников. Нужно спасать и других ребят. Которые ничем не хуже, просто это счастливый случай. Которые также, да, также. Может быть, где-то в школе мест не хватило. Там набираем 50 ребят, может, он был бы 51-й и успешный. Никто не знает, поэтому очень важно. Срочно придумываем новые конкурсы и возможности, чтобы проявился талант наших ребят. Спасибо вам большое за интересную беседу. Учебный год завершен. Впереди три месяца долгожданных каникул. Чтобы хорошенько отдохнуть, набраться сил и здоровья. Желаем всем детям счастливого и радостного лета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова